С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Хорошее летнее время у нас и самое время поговорить, вот так посидеть и поговорить о жизни. В последней передаче мы много с вами говорили о возможности быть счастливым, о том, как продлевать свою жизнь, как можно сделать себя спокойнее. У нас были йоги, у нас были руководители различных направлений. Поэтому мне бы хотелось немножко вернуться на землю и дать возможность поговорить и рассказать о жизни не тех, которые ищут особые приемы жизни где-то в каких-то направлениях, а те, которые вот живут с нами рядом и, мне так и хочется сказать, изобретают, изобретают жизнь. Дело в том, что у нас сегодня в гостях изобретатели. Вот помните, да, это слово такое из нашей жизни – изобретатель? Ну, это такой человек, который там что-то такое чертит, все время что-то такое выдумывает, создает какие-то такие коробочки, которые лучше работают, упрощают нашу жизнь. Но на самом деле, мне кажется, это слово намного объемнее. Изобретатель – это человек, который изобретает жизнь, который делает жизнь интереснее, который делает и нашу с вами жизнь, и свою, прежде всего, жизнь намного полноценнее, объемнее, интереснее, красивее. У нас сегодня изобретатели в гостях. Я, прежде всего, должен извиниться перед одним из наших гостей, это Матвей Львовский, который я вчера вечером, когда объявлял анонс о сегодняшней встрече, сказал, что ему 91 год. Он пришел и сказал, нет, я моложе на один год. Я извиняюсь перед вами, Матвей. Все нормально? Все принимаю, да. Да, это прекрасно. Так вот, я бы хотел вас спросить, Матвей. Прежде всего, я хочу представить. Матвей Львовский – изобретатель. Тут уже все сказано, да? И Александр Пригов – руководитель клуба изобретателей. Оказывается, изобретателей надо собирать в клуб, их надо каким-то образом, я не знаю, организовывать. Но мы об этом поговорим, Александр. Большое спасибо вам тоже. Бруклин, Нью-Йорк – это клуб находится, да? Вы расскажете. Матвей, ну, я бы хотел, прежде всего, вас спросить. У вас прекрасный возраст. Вы прекрасно выглядите. Я вот, так меня и просится сказать, до 120, как говорят на иврите. Но, я думаю, вас это не устраивает, эта фраза. Потому что вы, человек, настолько, вот мы сейчас перед передачей с вами общались, разговаривали, и у меня такое создало впечатление, что, я не знаю, или 300 лет вам хватит. 300 ничего, нормально, 300, 400, да? Ну, 299, я согласен. Тоже, пока, это сегодня вы так согласны. А там, кто его знает. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то секреты? Как сделать жизнь, не просто продлить и сделать себя в 90 лет человеком энергичным, прекрасным умом, прекрасной головой. Как сделать так, чтобы быть таким, как вы? Вы знаете, я думаю, что никакого секрета, в общем-то, нет. Ну, изобретение хотя бы. Да. На самом деле, все достаточно тривиально. Сама жизнь заставляет постоянно искать новое. Почему? Потому что, особенно современная жизнь, с ее востребованием, с ее невероятным быстрым течением... Сменой. Сменой, ну, можно сказать, событий и условий жизни требует непрерывного поиска решений, соответствующих данному моменту. Одну секундочку, Матвей, одну секундочку. Вот вы говорите, требования жизни, темп жизни, смена декорации жизни. Но далеко не все ищут, как правильно вы из этой ситуации выбраться. Вы знаете, если бы, я вам скажу мое мнение, если бы все, без исключения людей на земном шаре, занялись бы вопросами изобретательства, то, я полагаю, это бы не дало никакого прогресса. Почему? Потому что все стали бы заниматься изобретательством. И никто ничего не делал. И никто ничего не делал. Поэтому здесь существует, очевидно, какая-то особенная часть человечества, которая обладает либо приобретенным, либо наследственным качествами, так сказать, эвристического мышления. То есть, они ищут, иногда продуктивно, а иногда это тянется годами. Скажите, пожалуйста, а можно сказать, что это люди, которые недовольны? Недовольны какая-то, в них есть какая-то такая черта недовольная. Они недовольны тем, как есть и что есть. Несомненно, это качество тоже у них присутствует. И это обязательно. Потому что, если вы встречаете, допустим, какое-то решение, и вы видите, что она решает только узкую круг задач, и его можно расширить или, так сказать, увеличить его функциональные возможности, у вас начинает сразу работать, так сказать, мозг в этом направлении. И, честно говоря, процесс возникновения нового, это чаще всего случайные функции. Это не... Если вы сядете и начнете думать что-то изобрести, у вас ничего не получится. То есть специально сесть, но все равно, вот вы пришли к нам в студию, например, вот вы пришли, там, я не знаю, вам что-то показалось, что можно было бы совершенствовать. Вы всегда вот смотрите, и вам видится, где бы можно было что-нибудь переделать? Ну, представьте себе, что, например, вот я сейчас у вас в студии. Только не переделайте, пожалуйста, сейчас. Нет, я не собираюсь переделывать. Но если бы вы меня спросили бы, можно ли что-нибудь здесь переделать, там, допустим, улучшить, так далее, я задумался бы над этой задачей и, может быть, что-то придумал. А, впрочем, это совершенно необязательно, потому что я могу придумать что-то, но это вовсе не даст того эффекта, который вы собираетесь, который я предполагал, будет воспринято вами. Поэтому, в общем, если бы быть откровенным, то всегда, ну, допустим, лично у меня существует такое состояние, когда я всегда пытаюсь найти что-то лучшее. Но еще раз повторяю. То есть усовершенствовать. Усовершенствовать, да. Поэтому на ваш вопрос я могу ответить следующее. Изобретатели – это не избранные. Не избранные? Не избранные. Это люди по какой-то, так сказать, природной особенности, во-первых, обладают вот этим эвристическим мышлением, когда неожиданно вспыхивает мысль, которая затем превращается в реальность, или это приобретенное. Вы знаете? Потому что опыт, накопленный в течение многих лет, работа над какой-то тематикой или разнообразной тематикой, дает вам иногда оригинальную подсказку, отличную от того, что вы имеете сегодня. И поэтому, да-да. Да, я хотел спросить вас. Скажите, пожалуйста, но изобрести, то есть я бы сказал так, идей у нас в голове у каждого сотни. С кем не поговоришь? Слушай, надо бы вот это, это. Но редко кто доводит эти идеи до логического завершения, до того, чтобы вот взять в руки и эту идею пощупать. Большинство заканчивается только на уровне идей. Изобретатель – это человек, который идею воплощает в жизни, который хватает силы воли, скажем так. Это особый характер? Можно сказать так? Это особый характер и наличие, так сказать, у человека упорства. Упорства в продвижении этой идеи. Сколько у вас патентов вообще в жизни? Ну, у меня всего, так сказать, патентов у меня где-то порядка от 105 до 110. Из них я вам объясню, почему. Я совершенно случайно узнал, что некоторые мои изобретения в России, в Советском Союзе, по каким-то причинам появились в виде патентов. Это были изобретения, авторские свидетельства, была своя система обозначения изобретений, отличная от международных правил. В России были свои правила, то есть от выдачи соответствующих документов, фиксирующих вас как автора изобретений. А в последние годы Россия перешла на международный стандарт, который принят и в Америке, и в Западной Европе, и в Японии, и так далее, и так далее. Так вот, совершенно неожиданно, я случайно наткнулся на несколько патентов своих. Ясно. У вас, вы только что сами сказали, что изобретатель – это человек с идеями, но который еще имеет и характер, скажем так, и умеющий довести дело до конца. Мне вспомнился эпизод из вашей жизни. 65 лет тому назад вы имели счастье и радость жениться. Правильно? Абсолютно точно. Молодая Белла и вы, и что интересно, вы делали свою свадьбу, оформляли под хупой. Да. В тайне. Да. Вы работали уже в институте, да, уже были в серьезном закрытом учреждении, и вы создаете, изобретаете, ну, изобретаете не сказать, Бог изобрел, но, в принципе, вы делаете все это под хупой. Тайно. Почему? Зачем? Это характер? Ну, во-первых, это характер. Во-вторых, мне в жизни очень повезло. Я попал в семью, где существовал, ну, как вам сказать, традиционный дух еврейства. Семья вашей жены? Семья моей жены, да. И вы знаете, я, так сказать, никогда не скрывал свое происхождение и гордился им всегда. Но попав в эту семью, я, так сказать, почувствовал, насколько это достойно. И когда родители моей жены предложили предвести хупы, поддержанные моими родителями, так, я без колебаний принял, хотя я понимал, что я очень многим рискую. Может быть, и работа, и будущие карьеры, и так далее. И мы провели хупы. Должен вам сказать, что прошло с тех пор 65 лет, и в течение этих лет, несмотря, так сказать, на различные обстоятельства и условия жизни, так никогда никто об этом не сообщил. Секундочку. У меня есть возможность вы уточните другую сторону. А именно. Вашу жену Беллу Соломоновну Львовскую. Белла, вы с нами? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Белла Соломоновна. Скажите, как лучше и удобнее с вами обращаться, Белла Соломоновна или Белла? Белла Соломоновна. Белла Соломоновна. Потому что ваш молодой муж сказал, что нет, ему приятнее и интереснее говорить, что он Матвей. Так что все нормально. Скажите, пожалуйста, вы имеете возможность сейчас видеть нашу передачу? Я слышу вас. Да. Скажите, пожалуйста, 65 лет тому назад, вот сейчас пока на экране мы покажем шестую фотографию, где вы с мужем, номер 6, я попрошу показать эту фотографию, вы 65 лет тому назад вышли замуж. 65 лет назад. Это правильная дата? Правильная. Скажите, пожалуйста. 18 декабря 48 года была моя хупа в Ленинграде на Невском проспекте у моей тетушки огромная квартира, где состоялась моя хупа. Скажите, пожалуйста, а ваши дети тоже прошли хупу? Мои дети не прошли хупу, но они прошли то, что полагается, когда одевают кольца. Все понятно. Да. Этим занимался мой отец. Отец блестяще знал еврейскую историю, и он сделал свои замечания даже академику Струва, который был с ним согласен, с моим отцом. Скажите, пожалуйста, Белла Соломоновна, вот я знаю, что когда вы приехали в Америку, одним из главных проектов в вашей жизни стала книга. Книга Memories, да, называется? Да, да. Воспоминания. Воспоминания. И вы подняли историю своей семьи. Вот вы только что говорили об отце. А что, в вашей семье хранили эту историю? Как вы смогли это, как бы, раздобыть эту историю? Это было в вашей семье? Это было в нашей семье. Дело в том, что мой дедушка, отец моего отца, женился на шейной рифке от барбанел. И у нас хранились фотографии моего дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки. Липиных. Моя фамилия Липина. Я львовская по мужу. Понятно, понятно. Мой дед женился на барбанел. На фотографии на обратной стороне, которая является и паспортом, написано, что это сделано в такой-то фотографии в Витебске. И эта женщина имеет такое имя. Шейной рифки а барбанел. Скажите, пожалуйста, вот у меня в руках ваша книга. Я показываю ее нашим телезрителям. Ну, она не толстая, как «Война и мир» Львана Николаевича Толстого, но в то же время это такой солидный труд. Как много времени вы потратили на то, чтобы вот такая книга вышла в свет? Ну, времени потратили довольно много. Я не могу сказать точно сколько, но это еще мне досталось. Начал разработку мой отец со своим братом. Ага, ага. Они нарисовали, у меня все сохранилось. И если кто-то интересуется, я могу помочь людям. Прекрасно, спасибо. У меня есть наброски, которые составил папа мой. Вот. И я с ними сюда уезжая, все, что я сочла ценным, я привезла. Потому что большущая коллекция книг у отца была. Еврейская история греца, все тома. И еврейская история на русском языке тоже была у нас полностью. Понятно. Хорошо. Белла, я прошу прощения, мы немножко будем сокращать наш разговор, поскольку у меня в студии изобретатели, и они еще не совсем все рассказали о себе. Большое спасибо. Очень интересная книга, я посмотрел, она на английском языке, она с массой фотографий людей, которые были в вашей жизни. Я думаю, что это хороший пример и отношение к своей истории, так что это здорово. И я вас поздравляю с 65-летием вашей семейной жизни. У вас очень приятный и очень интересный и достойный такой жизни муж. Спасибо. У нас была Белла Львовская. Спасибо, всего доброго. А мы с вами продолжаем, господа, изобретатели. Я бы хотел все-таки поговорить немножко с Александром Пригов, а то он так скромно наблюдает со стороны. Да, спасибо, Белла. Скажите, пожалуйста, Александр, вы руководитель клуба изобретателей. Клуб изобретателей. Это в Бруклине, это при еврейском центре, да, DCI? DCI. Да, DCI, еврейский центр. Этот клуб был создан несколько лет тому назад. Существовали клубы поэтов, художников, танцоров, всяких направлений интеллектуальных и неинтеллектуальных. И вот только после многочисленных обращений и вопросов, которые задавали изобретатели, начинающие, бывшие, там поняли, что необходимо какое-то собрание, объединение такого рода. А зачем? Что изобретатель, это не тот человек, который сидит и что-то там себе сам пишет, пишет, считает? не совсем тот человек. Изобретатели, особенно те, которые приехали из последней волны эмиграции, приехало очень много способных, талантливых людей. А изобретатель не может быть в прошедшем времени, он всегда в настоящем и в будущем. И вот у них это такой изобретательский пыл. Они должны общаться. Они должны как-то... Они должны общаться, они должны знать сегодняшнее положение вещей, они должны знать, кто в каком положении. Главное, что изобретение невозможно сделать в одиночку. А, да? Изобретение – это труд коллективный. И если в бывшем Советском Союзе все-таки привыкли, что там были различные организации, как ВАИР, не путать с АВИРом, а общество изобретателей, которое как-то помогало именно изобретателям-одиночкам, то здесь, придя в Америку, у многих была такая ипория. Мы приедем, и все наши разработки сразу на маркете уйдут, и мы станем, если не миллионерами, то, по крайней мере, зажиточными людьми. Но это оказалось далеко не так. Потому что все, кто работает на фирмах, они защищены, имеются патентные отделы. А одиночки, они не могут пробиться. Особенно люди, приехавшие уже в немолодом возрасте, и недостаточное знание языка, и отсутствие патентных, знаний необходимых, и главное, отсутствие материальных средств. Потому что, чтобы запатентовать свою разработку, необходимы довольно солидные деньги, особенно для приехавших сюда иммигрантов. И вот эти все факторы, они препятствовали продвижению. И вот так вот возникла необходимость, какая-то идея объединить, по крайней мере, даже обменяться мыслями, а иногда схватить новую идею. И вот при клубе GCH я хочу сказать большое спасибо вдохновителям этого. Это Владимир Вишневский, руководитель отдела, русского отдела, и Любовь Микитянская. Они приложили огромные усилия тогда, чтобы создать клуб. И вот наш клуб действовал на общественных началах. Он объединил более 50 или 60 изобретателей, имеющих 180 американских патентов. А в других городах есть такие клубы и подобные? Или вы как бы устанавливали связи с кем-либо? Мы пытались установить связи. Клубов таких нету. Пытались создать такой как бы американский АВИР. АВИР тоже хорошо. В Лос-Анджелесе, но не получилось. И вот как клуб мы были фактически единственными. Есть американские клубы, но мы говорим о русскоговорящих. Хотя потенциал наших будем говорить русскоязычных изобретателей огромен. А вообще американские клубы изобретателей существуют, да? Они существуют, да. То есть они тоже объединяются? Они объединяются, они стремятся. Это именно по типу клубов встречаться, помогать друг другу. Но первые 3-4 года мы очень эффективно встречались, выявили достаточное количество изобретений. Там были патентные лаера, были другие изобретатели, которые помогали. А потом, когда начались вопросы внедрения, изобретения, вот то, что вы вначале сказали, как довести до конца. Изобретатель в одиночку здесь довести до конца практически не может. Хорошо, тогда я хочу спросить Матвея. Скажите, пожалуйста, Матвей, мы продолжаем с вами, Матвей, без очистов, потому что ваша жена, видите, попросил. Скажите, пожалуйста, Матвей, вы могли бы сказать, каким образом вы стали изобретателем? У вас есть какая-то идея, как вы лично стали изобретателем? Ну, я понял, ХУПУ вы прошли, работали в хорошем заведении научно-исследовательском, все у вас, как бы, слава Богу, жена из хорошей семьи, порядочной. А при чем здесь изобретение? Я сейчас вам объясню. Для того, чтобы я мог объяснить это дело, я должен немножечко вернуться к истории своей деятельности. Ну, пожалуйста. В какой момент возникла потребность найти решение? А, то есть, это было какое-то техническое решение, которое... Абсолютно точно. То есть, позвольте мне на несколько минут. Минут нет. Слово, да. Пожалуйста. Значит, у меня было три этапа моей творческой деятельности, три этапа работы. Первый, я занимался аэромагнитометрами, с помощью которых были открыты громадные залежи нефти, газа. Один, не будем углубляться. Второй, не понимаем. Этап, это, я был ведущим разработчиком вычислителей бортовых систем самолета. Два, все, не будем углубляться. И третий этап, это система индикации для самолетов. То есть, имеется в виду приборная доска с прицелами, управляемые компьютером. Одну секундочку, у меня маленький вопрос. Вас сразу выпустили после таких всяких разработок? Я вам сказал, что я стоял перед угрозой остаться там на 10 лет. А, но вас все-таки не выпустили. Потому что то, что вы сейчас называете, я бы вас не выпустил. совершенно верно. Так и наш военпред тоже принял решение, что на 10 лет меня там оставить. Но в силу целого ряда невероятных стечений обстоятельств я смог уехать через год. Прекрасно. Вот. Так вот, первый начальный как бы этап, когда мне поручили заниматься разработкой первого вычислителя, который комплексировал все оборудование самолета и автоматизировал процессы полета самолетов, возник момент, когда нужно было найти остроумнейшее решение по преобразователю тригонометрические функции. Ну, так сказать, я немножко... Окей, не будем углубляться, не будем, все равно мы не поймем. Я начал ломать голову, думаю, как решить это? Я никогда с этим не сталкивался. И именно это обстоятельство сыграло решающую роль. Я не знал всех решений, существующих в мире. Не знал об этом. И это хорошо? Идеально. То есть лучше, когда ты как бы перед чистым листом? Ну, чистый лист. И начал искать решение. И представьте себе, совершенно случайно, неожиданно, неожиданно, мне показалось, что я нашел очень остроумное решение. И воплотил его в металл. Это решение, ну, по сегодняшним, так сказать, понятием, это был бы, ну, будем называть, чип, преобразователь, координат. И этот преобразователь, координат вошел во все вычислители, которые были созданы в течение многих лет и установлены практически на всех пассажирских и военных самолетах. Потрясающе. Это только это начало. И вот в тот момент я обнаружил в себе, может быть, какое-то, так сказать, небольшое присутствие евристического мышления. И я понял, что его надо развивать. я в последующем при решении большого количества задач, которые бы стояли передо мной, я пытался уже, так сказать, может быть, независимо от себя искать оригинальные решения. Значит, я хочу на этой ноте сейчас остановиться и сказать, уважаемые телезрители, у нас сейчас будет рекламная пауза, но я хочу вам задать маленький вопрос. Вы видите изобретателя, вы видите человека с оригинальным мышлением. Этот человек садится в самолет, который вылетает из Ленинграда, вылетает в Нью-Йорк. Как вы думаете, что делает в этот момент человек, который покидает Советский Союз? У вас размышления и смотрим рекламу. Артемия, вы должны страдать? Нет. Теперь мы принимаем Медикейт. Доктор Аван Голд, выпускник Гарвардского университета. поможет вам избавиться от боли в шее, плечах, спине, коленях и ногах без хирургического движательства. Доктор Голд является экспертом в лечении ревматоидного артрита, остеоартрита, подагры и мышечной боли. Вы заслуживаете хорошего самочувствия. Теперь мы принимаем Медикейт. Я могу вам помочь сейчас. Внимание! Важное сообщение от системы Медикэр. Мошенничество в системе Медикэр обходится Америке в миллиарды долларов в год. Предлагаем вам ряд простых шагов, которые помогут защитить себя и свою медицинскую страховку. Берегите свой номер Медикэр так, как будто это номер вашей кредитной карты. Не позволяйте никому другому пользоваться вашим номером Медикэр. Будьте настороже, если кто-то бесплатно предлагает вам медицинское оборудование или иные услуги в обмен на ваш номер Медикэр. Сообщайте о подозрениях в мошенничестве по телефону 1-800-Медикэр или 1-800-633-42-27 1-800-633-42-27 Окажите содействие в борьбе с мошенничеством в системе Медикэр. Жизнь прекрасна и полна романтических моментов, которые остаются в памяти навсегда. Первое свидание, первый поцелуй, романтический ужин. Но все это невозможно без любимого человека. Международный клуб знакомств Only You поможет вам найти человека, с которым вы пройдете рука об руку через всю жизнь. 718-303-80-90 303-80-90 Only You Дамы и господа, мы представляем Виктор Шендерович Нью-Йорк 19 июля в зале Шорф-Ренвай Бостон 21 июля Центр Макур Билеты в театральных кассах на сайте театр.кам и по телефону 718-303-8888 С вами Борис Стенцер и программа Контакт по понедельникам. Мы продолжаем не просто программу, мы продолжаем знакомство с людьми, которых в обычной жизни называют изобретатели. Но, если присмотреться, то это не просто какую-то там формальность, изобретатель. Это человек, который творчески смотрит на жизнь. Вот, перед тем, как мы ушли на рекламу, я вам задал вопрос о том, что делает человек, творчески смотрящий на жизнь, когда садится в самолет. И вот в тот момент, когда самолет должен взлететь, город Ленинград прекращает свое существование, а превращается во что, Матвей? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Прямо вот тот момент, когда вы сели в самолет. Тот момент, как сели в самолет, это произошло. Это связи с вашим отъездом? Ага. В связи с вашим отлетом? Да. Переименовали. Скажите, пожалуйста, что же наши телезрители заинтригованы? Что вы сделали такого в самолете, которое вот я бы хотел, чтобы наш телезритель знали? А это удобно. Ну, вы раздеваться не будете? Да, пожалуйста. Ну, я условно отрезал пуповину. То есть вы прямо вот... Взял, да, показал, как будто ножен с этими условиями отрезал пуповину. Жене своей показали? Да. Или всего самолета? Жене сидишь? Нет. Только жене показал, да. И тем самым я показал, что я не буду никогда испытывать сожаления по поводу отъезда и изменения адреса. Ну, а теперь я каверзно вас спрашиваю, и вы не испытывали? Никогда. А ведь вы приехали, и ваши патенты, и ваша вся деятельность, которая была там, она ведь никому не пригождалась, начальник, полностью? Нет, почему? Она уже была внедрена полностью. Там. А здесь, в Америке, вы приехали? А в Америке я приехал, так сказать, мои знания, опыт, и, так сказать, желание работать, к сожалению, не получили соответствующей поддержки. Ни разу ночью вы не проснулись и не подумали, а зачем я это сделал? Нет. Ностальгии я не чувствовал. Я еще раз повторяю. А почему? Чем вы это объясняете? Ну, может быть, накопленные какими-то обидами. Обидами несправедливости. И, пожалуй, одна из, так сказать, причин об этом пишет Бэлла в своей книге. Это мое любопытство. Я не мог понять, в чем феномен Америки. Вы понимаете, я вот был в какой-то степени поглощен этим вопросом. Почему? Потому что, когда я работал над соответствующей тематикой, мне постоянно приходилось сравнивать собственное состояние с состоянием аналогичной техники в Америке. Разрыв был 15-20 лет. И это любопытство, это непроходящее желание выяснить, в чем феномен Америки, меня тоже двигало, так сказать, принятие решения уехать. Простите, пожалуйста, я уверен, что каждый телезритель сегодня сейчас хотел бы вас спросить, и вы выяснили? Выяснил. У вас есть ответ? Есть ответ. Вы нам расскажете? Вы нам его откроете, этот секрет? Ну, очень просто звучит. Это абсолютная свобода творчества, не связанная ни с какими нормами, ни с какими ограничениями. нет ограничений. Это первое. Второе. Америка это удивительная страна, в которой понятие риска риск уходит на второй план, когда речь идет о целесообразности. Я могу вам привести один пример. Эту формулу в свое время сформулировал Теодор Рузвельт. Он говорил, что в дипломатии не существует абсолютный успех. При решении дипломатической задачи нужно исходить из простой формулы вероятности успеха и неудачи 50 на 50. институт в науке и в технике в Америке если видна целесообразность, то ограничений нет никаких и можно вкладывать в это дело рискованные рискованные средства совершенно не ожидая стопроцентного успеха. И вот это обстоятельство чрезвычайно важно. в России такого не существовало вообще. Там ставили задачу разбейся и сделай. Каким образом? За счет чего никого абсолютно не интересовало. Но состояние техники российской было на порядок ниже чем в Америке. И в этом я убедился когда я приехал сюда и соответственно Вы когда приехали сюда скажем так Вам надо было искать куда приложить свой ум и свои силы. Совершенно верно. Что Вы сделали? Да. Был период как говорят криз-жанра. Я ничего сделать не мог. Меня никто здесь не ожидал и никто мне ничего не предлагал. Вы в это время думали какое самочувствие у Вас было? Вас творческого человека? В какой-то момент я никому об этом не говорил но я должен сказать что ночью я иногда не спал. там у меня работала голова и думал так сказать чем бы себя занять чем бы я чем бы так сказать загрузить свой так сказать мозг чем-то вот и к счастью нам с женой пришла мысль составить генеалогию семьи Липинах. Это замечательная семья которая дала миру великолепных специалистов и академиков и ученых и так далее В этой книге которую я показывал телезрителям там на последних страницах есть много много различных генеалогических таблиц совершенно верно да вот над этой таблицей над этой генеалогией мы работали вместе с женой несколько лет это Вас воодушевляло это Вас поддерживало мы специально разослали по всему миру запросы получили ответы ездили специально в Израиль для того чтобы получить там от наших близких родственников в каком году вы приехали в Америку? 91-м 91-м 20 лет и когда мы приехали оттуда у нас был фактически собран некий материал который мы систематизировали и в результате получилась генеалогия на 9 поколений начиная с 1812 года по сей день хорошо я хочу спросить Вас Александр скажите пожалуйста а вот Вам у Вас зависть немножко не берет вот что или может быть Вы тоже сделали такую генеалогию своей? к сожалению берет и считаем что мы каждый год опаздываемся этим потому что те которые были свидетелями этой жизни они к сожалению уходят и потом негде спросить и вот это наверное беда очень многих ну а Вы хорошо не будем кивать на кого лично Вы почему Вы это не делаете? вот ко мне обратился это просто смешно из Америки прислали в Киев на Киев еще на мою бывшую фирму да факс что вот мы нашли у Вас на сайте фамилию Прегов наверное вы наш родственник наверное вы наш не однофамилец а родственник и обязательно поищем и оказалось что у них предок их предок прадед уехал он был личным ювелиром у императора Александра Второго второй его брат был тоже ювелиром но нет и они искали своих родственников и я к сожалению когда начал искать не мог найти ничего кроме фамилии дедушки где он был покоронен и братьев и сестер по отцу а глубже уже нет и вот я им написал они мне написали подробности как они уезжали что но люди интересуются вот здесь в Америке надо а мы не знали я не успел спросить до конца у отца и уверен он тоже не знал это наша беда сейчас сейчас мы начинаем искать но уже не у кого спросить нас в общем-то наверное и не приучали к тому что мы знали нам говорили как бы отец за сына не отвечает никто за никого не отвечает вообще все что было а некоторые скрывали дворянское происходит а сегодня княжеские титулы покупают где-то там мне непонятно на черном рынке в России но в то время нельзя было вообще лучше не касаться все что кто уехал в Америку кто стал был дворянином все это уничтожалось единственная моя гордость тем что я сохранил свою фамилию с буквой F с первого класса до последнего потому что у моих родственников у них многие изменили F на V вы знаете чтобы быть подальше от всего да и поэтому а вам были какие-то коллизии были какие-то как бы такие не совсем адекватные моменты когда вам говорили F кто-то кто-то хотел принимал меня за немца кто-то говорил француз да кто-то стеснялся говорить евреем но в общем-то они все понимали с какой целью задают эти вопросы да очень интересно да Матвей мы говорили с вами от генеалогии которую подняла вас и жена но вы в конечном итоге однажды наверное ночью проснулись и поняли что вы изобретатель потому что я знаю у вас много есть патентов которые уже теперь в Москве хотел сказать в Америке сделаны совершенно верно вы все-таки нашли себя здесь ну в принципе я нашел конечно себя то есть Белла это Белла тут написана книга а у вас есть свои патенты и своя как бы творческая изобретательская я это обязательно об этом скажу но позвольте мне несколько слов обоих сказать я боюсь что у нас не будут возможности с телезрителями говорить поэтому буквально пару минут не более значит во первых хочу вам сказать что Белла является помимо того что она вот написала книгу здесь но на самом деле она она является крупнейшим специалистом в области проектирования и изготовления обуви обуви да-да-да я здесь она значит проработала красный треугольник и 30 лет написала фундаментальный труд посвященный этой теме и фактически наверное может быть даже впервые в Европе а может быть даже в мире она внедрила компьютерный способ проектирования необходимого оснастки для изготовления обуви как самой обуви так и оснастки я кстати вы знаете приятно был удивлен приятно удивлен когда вчера я вас попросил что-то там прислать по компьютеру но очень часто человеку звонишь если ему уже там после 60 лет он часто говорит ой вы знаете я не очень я сейчас попрошу сына я попрошу как внука я кого-нибудь попрошу и он мне сделает и когда я позвонил вам вчера и сказал Матвей может вы могли вы мне прислать там какие-то фотографии вот с женой и так далее материалы вы сказали хорошо я сейчас посмотрю сейчас попробую сейчас вам отправлю я подумал о-о молодец то есть компьютер я понимаю так жена ваша внедряет это в бомбную провышенность вы внедряете во все остальные то есть компьютеры это ваши помощники абсолютно да пожалуйста я бы хотел здесь дополнить не то что компьютеры но сейчас очень многие молодые изобретатели из нашего клуба когда я им сказал что Матвей сам пишет заявки на патенты в Америке и сам ведет переписываться дайте нам его адрес мы хотим поделиться это чудо потому что действительно это считанные люди которые умеют да я уже не говорю о возрасте более молодом возрасте самостоятельно вести такую переписку кстати книга написана на английском языке книга тоже на английском языке скажите Матвей у вас просто талант у вас талант или вы считаете все вы должны уметь делать сами ни на кого не наполагаться нет я не преувеличиваю свои способности я не знаю есть ли у меня талант я только могу сказать что я здесь в Америке после того как мы создали генеалогию которая заняла у нас почти 7 лет жизни так после того как я помог Бэби Бэлли значит написать эту книгу я вернулся к творческой деятельности уже серьезно вот за это время я получил 7 патентов американских и они охватывают в основном две основные тематики это тренажер для обучения высокоточной стрельбе и снайперской винтовке на сфер дальнее расстояние вот ну когда-то этой работой моей заинтересовалась одна крупнейшая американская компания в этой области а второе направление это то что было мне близко это системы индикации то есть индикации на приборной доске самолета автомобиля танка вездехода то есть практически неограниченные и в ту в те предложения которые изложены в этих моих изобретениях там они основываются на двух столпах это эргономика то есть с учетом взаимодействия человека с машиной и второе это инженерная психология когда когда эти системы должны максимально соответствовать возможности человеческого восприятия и выдача мгновенных реакций для действий вот у меня вот эти три патента которые сейчас я получил именно посвящены этому вопросу потрясающе что вы сами оформляете патенты это действительно очень мне кажется впечатляюще и последнее значит я буквально на днях неожиданно обнаружил что предложение которое изложено и защищено одним из последних моих патентов основанное именно на этих двух научных направлениях эргономика и инженерная психология уже реализуется и устанавливается на рядовых на обычных машинах но это небольшая часть и это меня очень радует и я честно говоря честно хорошо мы сейчас все-таки дадим возможность нашим телезрителям пожалуйста сейчас на экранах будет номер телефона по которому вы можете позвонить в студию и задать вопрос или как-то прокомментировать или что-то свое сказать 201-461-1384 это прямой эфир звоните участвуйте будьте участниками нашей передачи у нас в гостях Матвей Львовский изобретатель и Александр Пригоф если видите специально говорю букву F в конце руководитель клуба избирателей изобретателей а я сказал избирателей а вот мы с вами шутили шутили и дожутились изобретатели клуба изобретателей Бруклин Нью-Йорк скажите пожалуйста Матвей вот сейчас у вас какие-то есть грандиозные планы вы решили теперь вообще Америку нет я не собираюсь смущать Америку своими предложениями я далек от этой мысли вот значит у меня сейчас в работе находятся две патентные заявки над этими патентными заявками я работал много лет они фактически являются как бы продолжением тех ну будем говорить так сказать интегральные такие заявки очень серьезные очень обстоятельные идея очень простая в одной из заявок заключается в том что найден метод расширения углов самолетных прицелов это настолько важно настолько так сказать улучшает тактические возможности мы сейчас с вами не открываем секреты военные нас Пентагон не обвинит в чем дело пока не приняли к рассмотрению и я это повторяю потому что я говорю о цели а как это сделано я не раскрываю так что я не вот значит вот эти два две темы значит они сейчас превращены в патентные заявки и рассматриваются давайте мы потихоньку будем и с нашими телезрителем общаться начнем с Массачусетса Виктор здравствуйте вы с нами в студии здравствуйте мне очень приятно увидеть Матвея Гонопольского вот и узнать что для него история очень важна у меня вопрос у Губа исторических а в тех КВ где работал Матвей Гонопольский не Гонопольский Львовский во первых Матвей Львовский для советской разведки что украсть в Америке или в Англии и так далее не расскажет ли наш уважаемый Год как это оформлялось спасибо вы поняли вопрос нет не понял как я это понял да того или иного как вот если что-то такое воровали из-за американской как бы технологии или каких-то изобретений и как это все оформлялось в России на это дело я правильно говорю да ну если если так сказать вопрос вы мне задаете нет нет я спросил Александра может быть он но вы транслируете так вопрос да были такие случаи нет у нас конфликтов с Америкой и с Европой не было ничего такого не было я объясню это вполне возможно что да действительно такие вещи были но тогда они оформлялись секретными заявками в союзе и никто тогда никто об этом не знал ни Америка никто другой но получали авторские получали заслуженные и так далее таких было очень много в закрытых областях понятно хорошо тогда у нас на линии Александр Нью-Йорк да кажется Нью-Йорк да Александр здравствуйте 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 вопрос к Матвеев может говорите говорите могу поговорить с Матвеем я близко я работал я работал в НПО энергия в Москве у Сергея Павловича Королева и занимался системой управления бортовым комплексом пилотируемых кораблей как Союз Союз хорошо спасибо я все понял кровь и все мысли которому я посвятил свою жизнь хорошо Александр большое спасибо господа с вами хотят продолжить знакомство ради бога как с вами например Матвей встретится созвониться или с вами Александр у вас есть телефоны которые вы готовы сказать пожалуйста мой телефон он у вас говорите а тот который мы звонили вашей жене да 718 373 85 21 я повторяю еще раз телефон по которому вы можете позвонить Матвею Львовскому изобретателю 718 373 85 21 Александр вы я давал свой телефон да все изобретатели которые начинали они проходили через мой телефон я повторю еще раз 718 718 372 372 96 96 78 78 я повторю еще раз 718 372 96 78 это уже телефон Александра Пригова руководителя клуба изобретателей Вруклин Нью-Йорк а Матвея я еще раз тоже повторяю это телефон 718 373 85 21 у нас буквально осталось несколько минут скажите пожалуйста как вы думаете человек сколько лет может прожить на земле 120 лет это нормально или он может жить больше ну я думаю что по крайней мере исходя из сегодняшних возможностей 120 лет это было бы оптимальный вариант ну а если вот у меня знакомые говорят что он собирается 300 500 это тоже реально что надо для этого сделать я не думаю что это реально главное ведь как вы сами говорили что надо сохранить себя как человека а не стать травой это ваши слова что надо для этого тренировать мозг ночами учить имена вы знаете что я коротко у нас не будет коротко у нас всего одна минута осталась 30 секунд 30 секунд не больше значит я написал здесь одно интересное вот я написал да пожалуйста прочитай творческой изобретательской деятельности не существует возрастного центра нет не так давно американские ученые совместно со своими европейскими коллегами обнародовали сенсационное открытие да оказывается человеческий мозг развивается не до 20-30 лет а до 50 лет развивается у вас до ура у вас до 90 более того если человек продолжает заниматься активной мыслительной деятельностью то старение мозга почти не происходит поэтому я пользуюсь я подпишу можно я тоже готов подпишись так вот я хочу сказать что я обращаюсь к своим коллегам моим так сказать возрастной группе творите работайте и это удлиняет жизнь что вы скажете Александр я хочу сказать что 30 секунд у вас не больше огромное спасибо Матвей что вы пришли и я хочу сказать что наши средства массовой информации особенно русскоязычные очень часто уделяют слишком большое внимание хотя это тоже вызывает конкурсы на лучших бабушек конкурсы на лучших девушек конкурсы на лучшую грудь а сейчас в последнее время чуть ли не на попу а вот на голову почему-то на талантливые то есть вы предлагаете сделать конкурсы на лучшую я предлагаю чтобы больше рассказывать об этом не только о наших достижениях как у Александра Гранта в криминале но и о наших достижениях в изобретательстве о таких людях как вы Матвей хорошо я хочу тоже сказать огромное спасибо Матвей Львовский Александр Приков огромное вам господа спасибо что понедельник утром вы приехали к нам нашли возможность время силы и желания спасибо спасибо вам я хочу от имени Белы Соломоны готовы получить вам эту книгу спасибо прекрасная книга я показываю книгу и с этой книгой я со словами прощания хочу сказать что и вам уважаемые господа я очень всегда признателен что утро в понедельник начало недели вы проводите с передачей контакт по понедельникам который для вас вел Борис Тенцер до новых встреч по понедельникам по понедельникам по понедельникам по понедельникам Продолжение следует...